Четвёртая минута. Боматов делает пас от своей штрафной. Митрески проигрывает борьбу Будунову, с ударом которого не справляется Левицкий. 1-0. Всеобщее ликование на трибунах. Пятая минута. На этот раз в прорыв бросают Цимбаларя, с которым не справляется всё тот же Митрески. Мяч достаётся Будунову. Капитан Анжи выходит один на один с Левицким, но слегка мешкает. Однако эпизод на этом не заканчивается. Следует передача Цимбаларю, чей удар приходится точно в голову Левицкому. Шестая минута. Угловой у ворот москвичей. И вновь на острие атаки лидер махачкалинцев Будунов, набравший великолепную форму. Его удар головой парирует Левицкий. На добивании Адиев не точно. Потом тренер Анжи Леонид Ткаченко скажет, что в эти минуты его команда могла забить не один, а три мяча. И пошёл футбол. Открытый, быстрый, бескомпромиссный. Спартаковцы, придя в чувство, обрушили шквал ответных атак на ворота Армишева. Бесчастных убрал финтом Акаева и пробил из-под югославского легионера Глаговатца. Штанга. Москвичи не расстроились и на 28-й минуте сравняли счёт. Штрафной у мяча Цихмей Струк. Навес и оставленный без присмотра Титов без проблем поражает цель. 1-1. На повторе из-за ворот хорошо видно, что Егору никто не мешал. Ответ Анжи последовал незамедлительно. Адиев обвёл стенку, но Левицкий выручил партнёров. Если бы не вратарь Спартака, которого после игры многие поспешили обвинить во всех трёх прокученных мячах, быть москвичам, битыми в Махачкале. Тем временем красно-белые вышли вперёд. В качестве диспетчера выступил Парфёнов. Баранов нашёл в штрафной Сычёва. Удар главной спартаковской надежды пришёлся в Армишево. Но на добивании тут как тут бесчастных. Есть первый гол в чемпионате, забитый за несколько часов до наступления 1-го апреля. Для кого-то это день дураков, а для бесчастных день рождения. Отличный подарок. Впрочем, особых эмоций Владимир не выказал. Подумаешь, забил. Так обычное дело. Второй тайм начинается с маленького шедевра в исполнении Прудиуса. Адиев почти от центральной линии отправляет мяч на левый фланг, где подвижный полузащитник слёт и переправляет его в ворота над опешившим Левицким. Да, уже после матча Прудиус признается, что хотел сделать навес, но мяч свалился с ноги. От этого гол хуже не стал. Вот он с другой точки. Из-за ворот. 2-2. И открытый футбол продолжается. Будунов обокрал Ананка, отыграл Набоматова. Гаджи выводит капитана один на один, но плохо обработан мяч и острый момент упущен. Опять Будунов. Удар и кофтунь едва не забивает в собственные ворота. Напряжение возрастает. Вот уже Титов успокаивает Будунова. Два капитана. Два девятых номера. Самый громкий спорный эпизод. Угловой у ворот Анжи. Хошич вцепился в бесчастных и держит нападающего за майку. А в тот момент, когда отпускает, бесчастных падает. За что получает желтую карточку, как симулянт. 83-я минута. И вновь вездесущий Будунов. Отобрав мяч, он беспрепятственно продвигается в штрафной Левицкого. Удар на себя принимает Ананка. Но тут же следует выстрел Савельева. И гол. 3-2. На повторе видно, что по пути мяч задел коленку Ковтуна. И после этого перелетел через Левицкого. Мгновение спустя футболисты Анжи могли увеличить счет. Но Будунов, почему-то брошенный Ковтуном, вместо того, чтобы спокойно остановить мяч, решил сыграть эффектно. Выше ворот. Южный темперамент не позволил махачкалинцам уйти в оборону и спокойно довести встречу до победы. Вторая добавленная минута. Неугомонный Баранов прорывается к штрафной. Следует передача на Сычева. И спартаковская палочка-выручалочка забивает свой четвертый мяч в пяти матчах. 3-3. И можно понять в этот момент Армишева. Ему обидно до слез. Как можно понять и Будунова, который на правах капитана выговаривает виновным. Как относятся в республике к футболу, признаюсь, для меня было просто удивление, приехав сюда. Посмотрите на трибуны. Посмотрите, что творится. Какие условия нам создают. Тяжело, конечно, но люди из кожи вон лезут, создают условия. Приятно. А что скажете о Спартаке сегодняшнем? Спартак есть Спартак в любом состоянии. Кто-то говорит, что он в плохом состоянии Спартак. Это даже смешно услышать. Спартак в плохом состоянии, чемпион России. Спартак в плохом состоянии, 6 человек в сборной команде минимум. Спартак плохое, Спартак в виде чемпионов. Ну вот и все. На футболе с Виктором Гусевым.